здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на своем канале очень давно я не снимала видео не было у меня вдохновение честно скажу как-то не было такого вот порыва но сейчас я решила снять для вас видео и хотя уже вечер за окном темно я включила лампу и все-таки решила вам показать несколько своих цветущих орхидеек очень красиво зацветающих в домашнем цветении и очень красиво продолжающих свое цветение домашние после магазинного вот хочу немножечко сегодня поговорить о дендробиум нобили это тоже такая прекрасная ароматная очень красивая орхидея конечно она отличается от фаленопсисов причем кардинально отличается и вот когда я увидела как недавно начинают зацветать ее цветочки и вдруг я увидела как уже опадают ее цветочки я поняла что я могу пропустить этот хотя я неоднократно уже видела цветение дендробиума у себя дома он у меня в единственном экземпляре вот этот белый вы сейчас можете его видеть я сейчас поближе приближу камеру обязательно его покажу этот эта орхидея просто невероятно пахнет она невероятно душистая но запах ее скорее такой очень яркий и очень глубокий насыщенный то есть не каждому человеку я могу сказать что он понравится далеко не каждому я могу немножечко рассказать об условиях его содержания и как он у меня вообще живет много лет ну наверное порядка четырех лет он уже у меня живет и цвел он не один раз пожалуй перейдем и я вам обязательно все покажу вот я вам сейчас показываю свой дендробиума били я протерла листики ему и хочу показать вам цветочки вот такие вот невероятно красивые цветочки беленькие я знаю что разные окрас бывают у дендробиума расскажу немножко про его содержание в моей квартире дендробиум очень сильно любит прохладный подоконник то есть насколько можно подоконник должен быть прохладным зимнее содержание где-то плюс 15 на подоконнике плюс 16 идеально подойдет этому растению полив при такой температуре должен быть умеренной очень легкий до наполнения бульб я немножко позже перейду к бульбам и покажу вам их обязательно еще одно важное условие я считаю что это условие важнейшее для цветения дендробиуму но били необходим свет яркий рассеянный свет желательно досветка при такой же температуре содержания ежедневная досветка если досветки не будет то вы не увидите просто цветение своего дендробиума это я могу вам гарантировать так как у меня он стоит всегда на северном окне на лоджии северной не на это южной где расположены все мои цветы а именно на северной лоджии как я уже сказал на подоконнике там в уголочке никогда не бывает зимой слишком тепло то есть там всегда температура 16 18 градусов а тепла и обязательная подсветка там рядышком сбоку подсвечивает и мой дендробиум лампы юниелевские случайно я сделала да им рекламу но ничего в общем подсвечивают его лампочки и а вот так вот он цветет в этот раз дендробиум зацвел у меня только верхушками бульб то есть можно видеть что на бульбе на всей длинной бульбе цветы располагаются только наверху это говорит о том что ему либо было недостаточно света либо недостаточно перепада была температуры поэтому он не процвел по всей по всей бульбе цветоносики у дендробиума но били располагаются на бульбе как раз таки сейчас я вам покажу место где они располагаются сейчас у меня тут зацепилась цветоносы располагаются на бульбе вот в этих местах вот вы можете видеть видите где они располагаются то есть где идет листик с обратной с противоположной стороны выходит цветоносик листик с противоположной стороны цветоносик и так далее здесь должен был быть цветоносик он не образовался здесь тоже должен был быть цветоносик он тоже не образовался и так далее вот есть небольшая вот такая тоже бульба это же он зацветает с этой бульбы именно на макушке у У меня были такие цветения именно этого же Дендробиума по всей бульбе, то есть на протяжении всей бульбы он выпускал свои цветоносики. Такое тоже бывает, это невероятно красивое зрелище, очень ароматный, когда большое количество цветов, он очень выдает сильный аромат, который ощутим даже на расстоянии примерно 2-3 метров чувствуется этот аромат. Вернула я специально вам его задней частью, оборотной стороной, то есть вот таким образом он располагается у меня к окну, к свету, до этого я вам показывала цветочки. Вы можете видеть вот такие бульбы, зеленые, налитые, абсолютно плотные, посмотрите, они не сморщенные, как, например, немножко сморщенные вы можете видеть старые бульбы. Полив. Вот как раз сейчас можно рассказать о поливе. Из моих наблюдений. Я поливаю Дендробиум только когда у него бульбы, но не старые бульбы, вернее как, именно старые бульбы у него сморщиваются. То есть вот сейчас бульба сморщенная, но она минимально сморщенная. Старые бульбы, они имеют именно такое вот состояние полусморщенности, то есть, а новые бульбы, они полностью налиты, и они вот такие вот плотные, такие вот, не видно на них именно морщинок. И когда нужно поливать, то старые бульбы еще больше сморщиваются, и немножечко, чуть-чуть могут сморщиться новые бульбы. Но нельзя допускать, чтобы новые бульбы прям сильно сморщивались. И я произвожу полив. Миллилитров немножечко я наливаю в горшочек водички, то есть, ну, может быть, где-то миллилитров 70 я наливаю. Вот так вот примерно. Ну, это все происходит на глаз, я не могу сказать абсолютно точно до миллилитра. Горшок у меня вот такой вот. Здесь где-то объем 1,8 литра. Он полностью закрытый, то есть, там внизу нет дренажных отверстий, и вода никуда не стекает. Вот, когда он, я его купила, он находился в торфе, то есть, в таком мелком грунте, то торфяном, вместе с примесью кокосовых чипсов. И я немножко обтрусила этот ком, поставила в горшок, и сверху обсыпала мелкой архиатой. Все. И я уже много лет его не пересаживала. Конечно, возможно, необходима ему уже пересадка, потому что некоторые корни начинают вот так вот желтеть, засаливаться, портиться. Молоденькие корешочки у него вот имеют вот такой вот красивый, светлый, такой серебристый оттенок. На кончиках тоже вот такие вот явные зеленые кончики. Видно, что это растущие, да? И вот такой вот происходит полив. Значит, запоминаем, что бульбы должны немножко сморщиться, особенно старые. Но и новые тоже. Бульбы чуть-чуть морщатся, но не сильно. Далее расскажу вам о том, что вот вы сейчас можете видеть, да? Три бульбы абсолютно зелененькие, и на них еще есть цветочки. Это новенькие бульбы, которые буквально этим летом вызрели, и за время зимы они, за время часть лета и осени зимы, они вызрели до зрелых вот таких вот больших уже бульбочек и зацвели. Потом осенью с этими бульбами будут происходить некие метаморфозы. Они начнут желтеть свои листики, у них начнется листопад, то есть листики начинают желтеть с кончика и до основания. Они желтеют постепенно, но при этом достаточно быстро по длине всей бульбы. И бульба лысеет, она теряет абсолютно все листики и становится вот такой. Да, кому-то это не нравится. То есть кто-то, ну, не любит такие лысые бульбы. Я на них особого внимания не обращаю. Не советую срезать эти лысые бульбы, потому что они служат питанием для как раз-таки новых бульб, которые формируются уже летом во время жаркой погоды обязательно у основания. А возможно же именно на бульбах, которые вот имелись уже, либо вот на этих же бульбах, где почки цветочные не вышли, могут родиться кейки или детки. Их по-другому еще вот называют кейки. Но так как я содержу более-менее правильно в прохладных условиях свой дендробиум, поэтому у меня кейки рождаются, вообще не рождаются. У меня вот единственный, у этого дендробиума единственный получился кейк, который на бульбе. Вот он, вот вы можете его видеть, у него даже корни свои, и он тоже уже весь, видите, облысел. Хотя он тоже, у него были листики, и он тоже цвеол, и вот у него корни. Это вот единственный кейк, который вырос у меня на старых бульбах, а в основном, в основном всегда дендробиум у меня дает на бульбах именно цветочки. То есть это говорит о том, что я правильно его содержу. А те, у кого именно детки часто рождаются на бульбах, то это как раз таки говорит о том, что ему сильно жарко, и для цветения ему не хватает вот этого необходимого перепада температур. И еще скажу насчет новых бульб. Новые бульбы летом образуются именно от основания старых бульб, которые находятся в горшке. Прямо вот там, в горшочке, от основания старых бульб. Поэтому я и говорю, что старые бульбы мы не удаляем. Образуются новые бульбочки, и начинают деточки расти. И они вот так вот все лето растут, всю осень растут. И чаще всего осенью уже закладывают свои первые цветочки. А потом весной, еще при похолодании таком общем, они точно так же пробуждают те почки, которые не пробудили. Но в этом году у меня почему-то дендробиум процвел всего лишь однажды. Вот вы сейчас можете видеть это цветение. А так, до этого все года он свел дважды. То есть, я как говорю уже, это конец осени, начало зимы. Где-то, ну, либо декабрь, январь, это уже если припозднился. И вот так же вот в марте это будут другие почки уже из других мест на бульбе, которые до этого не просыпались. Бывает так, что, как я уже говорила, по всей бульбе просыпаются почки. И он процветает вот так вот прям ровненько. А бывает так, что вот именно на верхушке только. Ну, вот как в этот раз у меня. Значит, я теперь жду с этих оставшихся мест либо кейков, ну, как я уже сказала, их у меня практически не бывает, либо просто эти почки останутся свободными. Но даже когда остаются вот такие вот бульбы голые, и если, например, сейчас период цветения, то даже на голой бульбе может пробудиться почка, и на ней начнут формироваться цветоносики. И далее уже зацветут цветы. Такое тоже бывает. То есть, дендробиум относится к листопадным растениям. Вот эти все листики зелененькие, к сожалению, через год где-то примерно после цветения в летний период, вернее, не в летний, а в осенний период, опадают. И при этом растут уже новые зеленые бульбочки. А это все старые бульбочки. При том, что я парочку где-то старых бульб уже удалила. То есть, они настолько высохли, они прям уже пожелтели полностью. И высохли. И я их удалила. Вот здесь вот от них в горшке есть пенечки. Можно увидеть их. Вот. Даже не парочку. Раз, два и три. Получается три бульбы я удалила. И вот еще тут две короткие. Две, три. И еще две длинные. И одна еще такая средняя. Эти все бульбы наросли у меня дома. Покупала я его где-то, по-моему, с двумя бульбами, цветущими по всему, по всей длине. И он цвел у меня каждый год. Цвел по-разному, как я уже говорила. И верхушечками, и по всей длине бульбы. Но всегда это цветение очень ароматно. Я обожаю его. Вот честно. У меня даже как-то был желтый дендробиум. Он был невероятно красивый. Но, к сожалению, кошка уронила его с подоконника. И бульбы у него загнили. Ну, в общем, он не выжил. А вообще, как бы дендробиумы очень-очень живучие. Они не требуют постоянного какого-то частого полива. И они очень благодарны на цветение. Много я вам сегодня рассказала именно о дендробиуме. Ну, мне хотелось рассказать. Я знаю, что многие очень хотят купить эту орхидею. Но не знают, какой подход к ней нужен для того, чтобы дендробиум цвел. Но на самом деле это все несложно. Ну и, конечно же, я хочу завершить свое видео. Может быть, еще и не завершить. Показав вам фаленопсис. Который недавно буквально показывала в своих новеньких орхидейках. Это фаленопсис альбуфеера. Это триллипс. Посмотрите, какой красивый триллипс. Я вам его показывала с раскрывшимися буквально... Я не помню, сколько пять цветочков или сколько было раскрыто. А сейчас вы можете наблюдать абсолютно полное раскрытие этого цветка. Он потрясающий. Просто потрясающе красивый. Ни один бутон не засушил. Альбуфеера самый, наверное, стойкий сорт. Самый такой нестрессовый. Вернее, как самый стрессоустойчивый сорт. Никогда не было проблем с цветами. Всегда вот все бутончики раскрылись. Все до единого. Невероятный аромат у этого цветочка присутствует. Цветочный такой свежий. И посмотрите, что я заметила. Что колоночка у именно триллипса не имеет семечек внутри. То есть он как будто бы получается, если вдаваться в подробности... Ну, я, конечно, могу оказаться не права. Если я вдруг не права, вы меня поправьте. Вероятно, он как бы, как сказать, бесплоден, что ли. Его нельзя размножить. У него нету семян внутри колоночки. Посмотрите, есть ли у всех орхидеек. Даже у пилоров. У меня рядом стоит пилор. Я вам сейчас покажу. Вот пилор в повороте. И у него внутри можно видеть вот этот вот носик. И внизу вот эти семечки, которые можно достать и подсадить в колоночку к другому цветку. То есть он может размножаться. А вот этот триллипс, он по сути является, ну, как бы это сказать, бесплодным, что ли. Его нельзя размножить. Посмотрите, там нет семечек. Так интересно. Я, кстати говоря, только это заметила. Еще я не зря сюда принесла бабочку Вивальди и пилору Поворотти. И я хотела показать вам, как они меня отблагодарили за мой уход. Купленные они были в канун 8 марта. Ну, с определенной, конечно, разницей. В днях и неделях кто-то раньше, кто-то позже. Но самый интересный момент в том, что они стоят все, все трое, да все вот эти четыре орхидеи, включая дендробиум, они стоят у меня на северном окне. И там есть досветочка, есть обязательно лампа. И посмотрите, что делает бабочка Вивальди. Ей понравился мой уход. Она немножечко засушила два бутончика, но потом она начинает доращивать кончик своего цветоноса. И готовит мне новые свои цветочки бабочки. Это так приятно, правда? И пилор Поворотти точно так же готовит мне цветочки. Каждый кончик цветоноса, а у него их два цветоноса плюс ответвление. Каждый кончик ответвления и каждый кончик цветоноса пробудился и доращивает бутончики. И у меня будут пилорчики, и у меня будут бабочки. Представляете? Вот что значит весна. Вот что значит новая жизнь. И это, конечно же, означает то, что им подошел мой уход, им нравится у меня, им нравится то количество света, которое я даю. И тот перепад, который присутствует на моем северном подоконнике, потому что, как я уже много раз говорю, каждый раз это говорю без перепада, без света, невозможно полноценное пышное цветение орхидей. И это является основополагающими факторами, моментами, которым нужно уделять очень пристальное внимание. Сегодня я немножко рассказала вам, опять же, про свои орхидеи, которые у меня давно в коллекции, которые совсем недавно в коллекции. Просто поделилась с вами своими мыслями и своими наблюдениями. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч на моем канале. Я обязательно буду снимать видео. Я очень хочу делиться с вами информацией о своих растениях. Поэтому те, кто со мной, огромное вам спасибо. Те, кто еще не со мной, присоединяйтесь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры сделал DimaTorzok